приветствую на канале друзья с вами белогор сегодня продолжим зачитывать книгу виманика шастра янтры специальное приспособление которое устанавливались на виману согласно янтра сарвасвия за счет манипуляции пятью силами вокруг виманы образуется голова его соприкосновение солнечными лучами позволяет летательному аппарату лечить с большой скоростью вдоль рек шамангра или безопасные линии это достигает от действия вышеупомянутой янтры нара ячарья также говорит что механизм создающий за счет манипулирования пятью силами вокруг летательного аппарата галло и притягивающий солнечные лучи чтобы они плавно и быстро тащили летательный аппарат за галло по воздушному маршруту не давая ему свернуть в сторону опасности называется янта паривеша крия или механизм образующий голову силы кхаджала пха иха объединяясь притягивают солнечные лучи согласно гопат хакарике силы шриша и индра молнии образуют земли звезда и небо образуют буквами кша джала пха иха за счет объединения этих пяти сил создается галло напоминающие небесное светило и способное притягивать солнечные лучи образовавшиеся голов вместе солнечными лучами потянет летательный аппарат словно птицу за веревку удерживая его на безопасном курсе поговорим о деталях янтры от х я трон ганьи 23 основных центра также линии соединяющие эти центры на этой подставке том же количестве располагают вращающиеся винты а также ось с тремя колесами трубки с проводами 8 жидкостей 8 кристаллов 8 емкостей для жидкостей зеркало притягивающие силы шриша облаков земли звезд и а каша ша 5 электрических механизмов кору деревьев пяти видов провода покрытые медью кожу пяти видов полые винты вращающийся винт с проводом емкость для накопления энергии емкости для смешивания энергии янтру распространяющуюся дым вентилятор ную янтру трубку создающую гало изогнутую из материи которая вырабатывается из молочного сока растений трубку зеркала притягивающие солнечные лучи трубку для собирания солнечных лучей то есть янтра состоящие из каких-то винтов проводов и аккумуляторов то есть это механизм какой-то в древнее время их объясняли как-то по простому сейчас бы это уже как бы более по-научному объяснили я так понимаю дело в том что я тут зачитываю книжку параллельно готовлю материал касающиеся шумерской цивилизации и есть такой автор по имени захарий ситчин он очень интересно рассказывает своих книгах о шумерской цивилизации он очень подробно и дотошно изучал глиняные таблички с клинописью которые были найдены в этих вот древних городах которые откопали из земли там он объясняет то что были летающие комнаты на которых собственно говоря летали боги полубоги которые спустились с нибиру и там говорится что вот эти технологии были доступны только в основном этим полубогам ну людям тоже как бы были доступны но скажем так с разрешение вот этих вот персон и всеми основными вопросами обслуживания построения и эксплуатации этих виман занимались вот эти более продвинутые существа поэтому и описание вот этих вот виман по большому счету здесь расплывчатая то есть люди может и видели из чего состоит это все как это работает но сам механизм работы этого аппарата я думаю вряд ли понимали и из этого текста тоже вряд ли можно понять точную работу механизма этого аппарата но вот одно смешивается с другим это сюда ставится то ставится туда и и значит она летает и пуляет молниями вот так вот кислота руб ханка должна распространяться в северо-восточном центре карантажа в главном центре на ага в южном центре говри к юго-западному углу все кислоты содержащиеся в восьми стеклянных сосудах соединяются устанавливают также кристаллы и зеркала поглощающие энергию согласно бхараваджа их название тарасева паванасия дхумасия варуна сая в шести дюймах перед тхумасия мани устанавливается зеркало тарасия закрепленное зажимом на железном стержне перед ганагабха аналогичным образом закрепляется зеркало павасия зеркало дхумасия должно устанавливаться в шести дюймах перед шалакомании далее в западном центре устанавливается электрический генератор с переключателем от шакти и антры повсюду протягиваются провода покрытые медью и оболочками из пяти видов кожи согласно крия сария к пяти видам кожи относятся носорожья черепашья собачья крысиная зайчи а также крокодилия то есть провода делались из кожи ну интересная технология на виману также ставили множество кристаллов для снабжения энергии кристаллу подсоединяется провода идущие от динамо машины к верхней части кристалла подсоединяется провода собирающие солнечные лучи благодаря чему эти две энергии могут действовать сочетание друг с другом вимана работали эти на солнечные энергии многие из них многие на ртути на каких-то энергиях из разного рода исходящие с неба то есть ну всякие были виманы когда солнце и планеты проходит по 12 домам зодиака то вследствие изменения скоростей их поступательного и обратного движения на заде гальных участках возникают противоборствующие силы в результате столкновения этих сил высвобождаются мощные энергетические потоки способны растереть в порошок части летательного аппарата оказавшиеся в поле их действия предупрежденные об этом янтрой уж на прама пока или теплоизмерительным устройством термометром пилот должен быстро сложить все части виманы обеспечив тем самым безопасность и здесь собственно говоря процесс изготовления этой янтры когда различные силы и плазменные силы восьми координатных точек земли облаков электричества и моря входятся в падмамукша возникает сила называемая вишамбра рии прорываясь сквозь землю она создает сильное тепло поднимающийся вверх слои атмосферы со скоростью 3000 линка достигая воздушных маршрутах она охватывает виману и вызывает у находящегося на борту пилота физические недуги и даже паралич мозга чтобы обждать эту силу и свести ее действие к нулю на вимане устанавливается янтра вестритасия крия согласно янтра сарвасви из древесины фикуса священного изготавливается довольно длинная платформа длиной 22 дюйма в середине ее устанавливается довольно толстая ось высотой 32 дюйма по всей длине оси устанавливается реверсивные переключатели пары колес позволяющиеся посредством труб соединять каждый из отдельных механизмов виманы с бра штриканала или мембранной трубой устанавливая оси находящиеся у основания оси находится три вращающихся колеса за которыми устанавливаются переключатели сжатия такая вот янтра зеркало веру пу я как сказано в янтра сарвасвия чтобы расстроить планы врага атакующего на своих летательных аппаратах виману с целью уничтожить на вимане устанавливается зеркало веру пья это зеркало состоит из подставки центрального распределительного устройства электрической оси дымовой трубы масла из плодов бетельной пальмы пружины тройных колес трех карманов источника дыма и трубы сжатия в сан хана поталия сказано рассеивание метели затрудняющий продвижение виманы возможно только посредством падма шан хана и никак иначе поэтому в установленных местах размещают лотосы на восточной стороне лотосы располагают в семи местах замыкая круг с северо-востока на юго-восток под семью лотосами закрепляют 7 кожаных мембран затягивающих воздух в северо-западном углу устанавливает двухколесный механизм сжатия согласно криосаре при повороте главного колеса вперед а верхнего колеса на полной скорости назад янтра подвергается сжатию этот механизм состоит из 6 выдвигающихся колес 5 трубок 12 проводов и 12 отверстий а также 12 ключей обеспечивающих сжатие 12 частей кроме этого он снабжен раз трубами верхней и нижней частью и двумя поворачивающимися ключами теперь рассмотрим механизм расширения он круглый как кувшин для воды снабжен 12 колесами а также отверстиями в которые вставляются 12 труб со стержнями внутри 12 вращающихся пружин обеспечивающих движение вверх и центральные пружины для заполнения воздухом при наличии такого механизма янтра может раскрывать свои части этот механизм устанавливается на юго-западном углу далее на восточной стороне закрепляется пружина для вращения тройки колес называемая бромани келлака короче шасси такое навимания это устройство снабжено тремя колесами из слоновой кости и состоит из трех осей и деревянной крышки форме шим шумара на которой закрепляется колеса и пружина за счет ее действия несколько частей янтры привозятся в движение и благодаря соответствующим пружинам янтра раскрывается именно для этого в восточном кендра пятью болтами закрепляет трехколесный механизм брами под лотосами должно обеспечиваться прохождение воздуха там оборудуются отверстия шириной 12 дюймов высотой 2 дюйма тут говорится про лотосы и я так понимаю это какие-то воздухозаборники или вентиляторы их может быть они похожи на лотосы закрывающиеся кожей и сделаны из дерева пипала в них вставляются 7 труб для прохождения воздуха эти 7 труб устанавливается под семью лотосами и снабжаются ключами механизм сжатия или упашамбра килла снабжены 12 отверстиями устанавливаются на южном центре вследствие сезонных изменениях на стыках атмосферных слоев возникают определенные силы сочетании с океаническими силами они поднимаются вверх и вызывают колебания которые прорываются в отдельные воздушные ямы и высвобождают тайфуны вот собственно механизм образования погоды здесь постоянно вивание кишасты говорится о том что какие-то силы постоянно действуют из этого возникает погодное явление достигая виманы эти тайфуны образуют полевые наросты вызывающие у пилотов и пассажиров виманы кожные болезни наподобие витрянки а также разрушающие виману для высасывания этого загрязненного воздушного потока и выталкивания его из виманы используется янтра под названием падма патра мукха в середине лета из мириад солнечных лучей за счет соединения лучей 3 и 5 и 10 классов возникает пылающий жар огромной силы эта сила называется кулака в валмике гоните они описываются как подразделяющиеся на 5 крор 8107 групп каждая группа в свою очередь подразделяется на 100 подгрупп когда жарким летом лучи относящиеся к 3 5 и 10 подгруппам и второй группам смешиваются друг с другом они порождают сокрушительную силу сила это называется кулака встретив на своем пути летающую виману эта сила разбивает аппарат в дребезги чтобы защититься от нее на шейном отсеке виманы устанавливают янтру кунтини шакти то есть тут еще описываются подразделы каких-то солнечных лучей мы-то знаем что есть солнечные лучи и свет и собственно говоря на этом и все здесь говорится что здесь сотни тысяч групп которые делятся там на подгруппы и из-за образования там скопления каких-то лучей какой-то подгруппы возникает такая-то сила то есть мы понятия об этом не имеем еще скорее всего может кто-то и знает об этом но в массовом использовании такой информации нету среди групп тепловых лучей летнего солнца вторая группа насчитывает 85 тысяч лучей из них наиболее сильным являются лучи номер 8310 они слоя курма притягивают шакти промолчана производя неистовую тепловую волну под названием кулика случись вимане столкнуться с этой волной и вимана сгорит дотла чтобы защититься от этого шейном отсеке виманы устанавливают янтру кунтини шакти алла чарья также подтверждает это явление из множества групп летних тепловых лучей лучи номер 3 5 и 10 относящийся к 32 и к 32 подгруппе второй группы лучей слоя курма вступает в контакт с шакти промолчана и производит неистовую силу называемую кулака которая может разрушить виману для предохранения виманы от этой силы сооружается янтра кунтини шакти но понятно то есть на виману ставились множество всяких механизмов которые предостерегали ее от разных опасностей а наши космонавты скажем так и всякие эти космические агентства просто делают какую-то ракету с термозащитой якобы чтоб она не сгорела там в атмосфере где-нибудь но как мы знаем они не долетают даже там до 50 километров и падают где-нибудь еще один интересный механизм называется оранжаника манипулируя присоединенным к зеркалу переключателем можно в период жары распространять по всей вимане холод что обеспечит воздухоплавателем комфорт и восстановление их силой помимо этого включается панка под названием панка сотни спиц это переводе вентилятор чтобы создавать ветерок и проветрить помещение где находятся пилоты таким образом используя кристалл кислоту и панка можно добиться приятного комфортного состояния и ощущать в себе жизненную силу бодрость и знания поэтому к южному отсеку виманы устанавливают янтру пушпини то есть это как кондиционер собственно говоря современный технологии не меняются скажем так когда на воздушный вихрь образовавшийся в результате столкновения двух ветров падает сильный солнечный луч из этого вихря вырывается молния и ударяет в незащищенную виману защититься такого случая позволяет зеркала пинджула кухонный дым распространяясь по всей вимане приносит воздухоплавателям неудобства поэтому для выпускания дыма наружу и проветривание устанавливаются пять труб эти трубы изготавливаются следующим образом магнитный железняк слюда металл под названием кхон тара металл тхума пасе и черепаховые панцири нужно взять соотношение один к семи к пяти и к восьми очистить переместить в тигель и расплавить при температуре 1000 градусов когда полученная масса окончательно остынет получается хороший металл сияющий как золото который называется металлом в отьянии или оконным металлом затем из этого металла изготавливаются пять трубных выходов 12 дюймов диаметре и 12 дюймов длиной к одному из концов каждой трубы должен быть прикреплен кристалл поглощающий дым эти трубы вставляются с четырех сторон виманы образуя выходные отверстия и одна труба крепится к потолку кристаллы под названием тхума па будут притягивать дым и выводить его наружу очищая таким образом виману от неприятных запахов именно для этого нужны 5 труб или налапан шака янтра под названием гуха гарпха механизм обнаружения мин согласно янтра сарвасия враги намеревающиеся уничтожить виману закладывали в землю мины и бомбы которые не будучи обнаруженными и обезвреженными представляли для виману большую опасность поэтому на вимане устанавливаются янтры миноискатели интересно и мины присутствовали враг часто атакуют виманы используя ядовитые пары или лучи в качестве защиты от них на вимане устанавливается янтра под названием тама считается что из 132 типов янтры тама от ядовитых паров и лучей используемых врагом при нападении лучше всего защищает янтра 62 типа согласно гати нерная в аваха и других гигантских воздушных слоях насчитывается 122 вида ветряных потоков летом в основном действует поток 79 типа когда вимана проходит по четвертому небесному слою ее потоками ветра метает из стороны в сторону что приносит пилотам и остальным пассажирам определенные неудобства поэтому в качестве защиты от этого явления в донном отсеке виманы устанавливается янтра вата шампха нала точки из которых исходят звуки в небе называются шапха кендра или звуковыми центрами различные направления из которых передаются звуки называемые шапха кендра муха чтобы противостоять их влиянию конструируется янтра шатха кендра муха из 304 насчитываемых звуков звуки грозовых облаков ветра и молнии считаются самыми резкими в период шара руте то есть с февраля по март эти звуки объединяются в восьмом небесном слое и вызывают оглушительный гром этот гром оглушает пилотов и пассажиров виманы чтобы защититься от него устанавливается янтра шатха кендра муха то есть звукоизоляция своеобразная присутствует на вимане в небесном маршруте во время полнолуния месяца ноября декабря на восемь сил планет и звезд воздействует сила маха варуни шакти или великая холодная сила увлекая их за собой на небесном маршруте действуют также шапти джала панджашика она притягивает указанные силы и распространяет их повсюду в виде сильных выбросов росы и снега кроме того образуется три потока первый поток с второго холодного воздуха второй влажный расистый поток и третий поток холодного воздуха когда вимана достигает этого слоя то первая из этих сил отбрасывает ее в сторону вторая приводит пилотов и обслуживающий персонал виманы в оцепенение а третий окутывает виману и делает ее невидимой в результате вимана может разбиться чтобы защититься от этого в середине виманы устанавливают янтру под названием шакти дгама в шакте сагхаки сказано к восьми планетам относятся марс солнце сатурн венера меркурий луна юпитер и руру ну вот она космогония индийская к планетам относятся еще луна и планета руру про полу мы еще знаем но у нас ее не относят к планете а планета руру и в общем неизвестно но она как бы в индийской как концепции присутствует в виде небесных тел она считается невидимой но тем не менее существующей и кстати говоря а эта планета руру находится очень близко к поверхности земли на из всех небесных тел перечисленных является самой близкой к восьми светящимся звездам мритика шата биша макша и другие в период шарат то есть осенью эти планеты и звезды совершая движение по нему приближаются друг другу и создают восемь сил то есть еще какие-то звезды есть отмечающиеся особо восемь звезд непонятно что это может это созвездия какие-то согласно науке астрономии планеты и звезды совершая свои движения иногда приближаются друг к другу в результате возникает противоречие между магнитной и электрической силами планеты и звезды вследствие этого генерируется восемь холодных сил шакте сарваси утверждается что когда звезда критика проходит вблизи планеты марса возникает сила называемая шакте гамма точно так же звездой шатабиша проходящие рядом с планетой солнце то есть еще и солнце в них планета порождается холодная сила называемая ва-джа-ма-лу-хи в результате сближения с планетой венера возникает сарая холодная и ветряная сила маха-живала которая сотрясает риману когда звезда макха приближается к планете сатурн возникает сила под названием шута дамштра когда чита приближается к меркурию возникает сила называемая чита-хума когда шаравана приближается к луне появляется сила холодной волны которая называется хора-ни в результате приближения звезды к руру порождается сила называемая махармила а при разближении с юпитером возникает сила манду-кини из сказанного что хочу отметить солнце точно так же как и остальные вот эти планеты руру луна солнце сатурн венера марс юпитер меркурий и прочее они считаются планетами точно так же солнце считается планетами то есть как я уже и отмечал ранее у них геоцентрическая модель то есть земля является неподвижным диском большим над которым вертятся все остальные планеты в том числе и солнце вот и вся космогония как говорится эти восемь сил образующиеся от звезд и планет в результате сезонного взаимодействия друг с другом становится шестью новыми силами в риту кальпе говорится весной различают 5 сил летом 7 а в сезон дождей 8 осенью 3 и в холодный сезон 10 а зимой 2 эти все силы воздействуют на виману чтобы защитить ее оставят янтру шакти дгата для пилота и самого летательного аппарата изготавливают защитные зонды с использованием шакти гака или металлопоглощающего холод в передней и хвостовой части виманы ставят защитную оболочку летательного аппарата снабженного переключателями обеспечивающими ее складывание и раскрытие на переднем и локтевом шарнире планки поддерживающую оболочку закрепляются два шакти кель и в кабине пилота спереди и сбоку устанавливаются три трубы из стекла не пропускающего холод в передней части устанавливается пхамини шакра или колесо когда три шакти или силы атакуют виману колесо обеспечивающее раскрытие оболочки начинает быстро вращаться сначала обеспечивая защитное укрытие пилоту а затем и самой вимане за счет работы колеса пхамини атакующие силы будут медленно поглощаться шакти будут проталкиваться через трубы обеспечивая прохождение холодного воздуха в результате манипулирования главным переключателем эти силы будут выталкиваться через трубы во внешнее пространство и растворяться в нем пилот и вимана окажутся вне опасности если подумать сколько там прибамбасов всяких ставится на эту виману то такое ощущение что она будет битком за битком всякой техномагической электроникой чтобы обеспечить подачу электричества ко всем частям виманы добиться их сложенной работы устанавливается янтра шакти панджа килла то есть электричество все-таки присутствовала вимане когда летательный аппарат проходит сквозь слой высших облаков существует риск разрушения его удара молнии в качестве защиты от удара молнии на гребне виманы должна быть установлена и антра шерах килла лака это янтра описано в янтра сарвасе чтобы влетательный аппарат не ударила молния в защиту его из используется янтра шерах киллака ниже приводится описание этого устройства и его изготовление чтобы обнаруживать и воспроизводить звуки в восьми направлениях от виманы на расстоянии 12 кроха или 27 миль издаваемые птицами животными а также людьми при помощи восьми механизмов и передаваемые по проводам и через пространство в основании крыла виманы рекомендуют устанавливать янтру шабдакахана то есть вимана может улавливать звук на расстоянии 27 миль это на самом деле немало согласно крия сарья вимана проходящая в небе в любом из восьми направлений оказавшись в поле действия планетарных сил солнечных лучей и неблагоприятных сезонных условиях может встретить на своем пути 15 сильнейших ураганов называемых кавбера эти ураганы очень опасны для воздухоплавателей поскольку вызывают у них проблемы с горлом и легкими чтобы от них защититься в левом основании крыла устанавливается янтра дхишмапати у виманы есть крылья я так понимаю но здесь описывается что виманы бывают разные в том числе опирающиеся так скажем на воздух то есть по принципу самолета построены есть виманы которые летают скажем так на антигравитации более продвинутые в своем устройстве чем виманы виманы например кальюги то есть здесь где-то должна быть глава скорее всего мы еще до нее дойдем о том что в разную эпоху строится скажем так свои типы виман то есть виманы кальюги это самые простые виманы потому что технологии и духовные скажем так силы людей находится на низком уровне в кальюгу то есть а у нас сейчас сейчас как раз кальюга и поэтому строится виманы более простого типа которая там на двигателях на каком-то топливе либо внутреннего сгорания по типу наших двигателей и самолеты по принципу самолета то есть конструкция которая имеет крылья опирается на воздух так скажем то есть самолеты они опираются на воздух при полете вот виманы более продвинутого типа например в два пара югю сатья югу трета югу они более навороченные скажем так там используются для управления как объясняется в ведах некоторые сверхспособности людей когда зимний холод начинает проникать в виману главное колесо расположенное в основании шанку проворачивается с большой скоростью на верхние проволоки пакита подается энергия лепестки лотосов начинают вибрировать и ветер притягивает холод по проводам в центральный сосуд с кислотой кислоты содержащиеся в обеих нала втягивают в себя холод и передают его в шамкуша мани который собственные энергии направляет холодную массу в йод на дровака и оттуда она выталкивается через нала в атмосферу как утверждает крия сара для введения битвы с вражескими летательными аппаратами намеревающимися уничтожить виману необходимая антра ампошара дума просарана она предназначена для защиты виманы от вражеских летательных аппаратов в ее изготовлении должен использоваться исключительно металл кшоундира и никакой другой с целью обеспечения пассажиров огнем для проведения огней хотры или повседневных огненных ритуалов а также для приготовления пищи в срединном центре виманы устанавливается янтра вушманара нала значит с целью обеспечения пассажиров огнем будь то то есть газовая плита я так понимаю или ну не то чтобы газовая плита а возможно просто источник огня какой-то для проведения огни хотры огни хотра это в ведической концепции огненное жертвоприношение но в качестве приношения там всякий использовался рис или пищевые какие-то продукты в качестве приношения вот так и повседневные огненные ритуалы но в ведической концепции то есть там такое было то есть делают механизм который создает огонь в тех частях вимана где располагаются кухни и где пассажиры проводят священную огне хотру устанавливаются келака шамбаш или оси сосуды с кислотами соединяются электропроводкой идущие центральной оси эта проводка подсоединяется к мане или кристаллам в сосудах с кислотой на верхушке центральной оси в центре шумбаки кела должны быть закреплены джава микхи мани под стеклянными колпаками с одной из двух сторон от него устанавливаются шанджика мани и дринка мани от каждого кристалла тянется провод проведенный с верхушки центральной оси и закрепленный у основания оси он соединяет места приготовления пищи и проведения огнемитры замыкая круг в виде кулия в котором устанавливаются металлические трубы огни митра не знаю что такое но знаю что митра это полубог такой был или бог ему поклонялись по моему в римской империи митра через трубки к местам подачи огня должны быть натянуты проволоки сначала приводится во вращение хамбрамуши келака кислота в сосуде начинает нагреваться тепло возникающее в кислоте накана проходит в манджиша мани и в в машо шико мани появляется дым благодаря действию этой кислоты создается сильный жар под действием этого жара образовавшегося сосуде с серной кислотой вспыхивает пламя дым жар и огонь проходит по поволокам кристаллам шинжи рака когда переключатель включен жар и пламя достигает металлических частей кухонной печи а также очагов используемых в религиозных целях для этого в срединном центре виманы должна быть установлена в ушам монара нала янтра до сих пор мы обсуждали агна янтра или механизмы из которых состоит вимана далее мы будем говорить о в умона яна то есть о летательных аппаратах глава 6 разновидности виман существует три типа летательных аппаратов отвечающих особенностям каждой юги рассмотрев механизмы составляющие виману мы перейдем к классификации самих виман в сутре отмечено что существуют различные типы летательных аппаратов а таких типов 3 в крита югу харма или праведность опиралась на четыре конечности то есть была традиционным полностью утвержденным высшим принципом которого безоговорочно придерживались все люди в то время люди рождались уже обладая благородными качествами и удивительными силами чтобы обрести особые силы людям этой юге вовсе не обязательно было выполнять йогические практики или начитывать мантры обеспечивающие удивительное достижение благодаря лишь одной преданности дхармия становились ситха пурушами или людьми наделенными сверхъестественными силами это были добродетельные люди обладающими знаниями и мудростью они могли естественным образом по собственной воле перемещаться по небу со скоростью ветра все они обладали восемью сверхчувственными достижениями которые теперь называют сверхъестественными известными как анима махима гарима лакима праптиш прокамия эшатва и вашитва анима это умение уменьшаться до крошечных размеров махима это увеличение до гигантских размеров гарима умение становиться чрезвычайно тяжелыми лакима умение становиться невесомыми праптиш способность получать все что пожелаешь прака маам умение полностью избавляться от желаний эшатва обретение высших достижений вашитва обретение удивительной гибкости то есть о чем здесь говорится крита юга то есть или ее называют еще сати юга как я уже объяснял в прошлых видео наш отдел земли под названием бхарата варша имеет четыре типа временных отрезков один из них кали юга второй из них два пара юга 3 3 то юга 4 сати или крита юга его еще называют мы в современное время живем в кали юге еще есть три типа временных отрезков которых в этом отделе земли где мы живем меняется скажем так всемирные законы вот как говорится рожденный в крита югу человек обладал очень огромными способностями и чтобы перемещаться в пространстве ему не нужны были никакие летательные аппараты виманы он естественным образом мог перемещаться в любую точку вселенной далее здесь табличка приводится крита юга 1 миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет длится 3 то юга 1 миллион двести девяносто шесть тысяч лет два пара юга 864 тысячи лет и кали юга длится 432 тысячи лет вот мы по индийской концепции живем в самом самом начале кали юге то есть недавно около трех тысяч лет закончилась два пара юга которая длилась восемьсот шестьдесят четыре тысячи лет а сейчас началась кали юга которая продлится еще около четырехсот двадцати девяти тысяч лет поэтому как утверждают древние мудрецы в крита югу или первую эпоху не существовало виман трех классов ну понятное дело то есть они как бы и не нужны были эти виманы то есть если ты можешь там ходить зачем тебе инвалидное кресло крита юга прошла и наступила трета юга и тогда дхарма стала на одну ногу прихрамывать она служила опираясь только на три конечности и постепенно становилась менее действенные человеческий ум уплотнялся и понятие видических истин внутренней сущности человека и сверхъестественных сил обеднела вследствие того что дхарма или праведность дала трещину люди утратили способность летать в небе со скоростью ветра осознающий это бог махадева пожелал даровать двиджем то есть браминам кшатриям и вайшим способность правильного понимания вет и милость вас не зашел на землю в облике такшинамурти при посредстве санаки и других священных мудрецов он классифицировал мантры вет а затем окинув своим благословляющим взоров поклоняющихся аскетов и муни он даровал и ведическое восприятие дабы утвердить полноту их воспитания он обнев их вошел в их сердца и ум переполненные божественной милостью муни с терпением и волнением в голосе стали воспевать всевышнего шата рудрея и другими гимнами выражая свою глубокую преданность так значит о чем говорится в этом абзаце наступила трета юга то есть способности и дхарма людей стали уменьшаться дхарма это скажем так переводе на современный язык нравственность или духовность можно сказать так то есть крита югу или сатья югу в первую эпоху люди были абсолютно духовные абсолютно нравственные без всяких вредных скажем так черт без всяких отрицательных качеств то есть они были абсолютно совершенные каждое от рождения в трета югу дхарма стала прихрамывать как говорится опираться уже на три конечности они на 4 появлялись первые зачатки скажем так негативных качеств то есть это интересная концепция в ведах я уже давно прочитал что вот эти периоды жизни на бхарата варше да и на остальных тоже отделах земли они можно сказать сделаны специально то есть чтобы люди проживали в каждую из эпох и получали там определенные свои уроки вот в эту вот сатья югу трета югу два пара югу даже очень легко было жить людям у них были очень большие изначально во-первых продолжительные жизни во вторых очень много сил всяких было им было намного легче жить в калиюгу людям жить намного тяжелее и более хардкорный режим устроен такой поэтому в каждую из областей вот этих вот временных эпох люди проживают разные жизни и получают разные уроки это сделано как бы специально вот на самом деле так объясняется в ведах значит сошел тут какой-то бог махадева маха одно это то есть я так понимаю самый 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 то есть из богов какой-то пожелал даровать движим брахманом к шатриям и вайши им способность правильного понимания вед а ну то есть дверь же это первые три касты то есть людей брахманы к шатри вайши и то есть жрецы воины и семьянины дал им способность понимания вед есть еще четвертая каста называется шудры по ведической концепции это алкоголики хулиганы и тунеядцы им знания вед как бы но не нужно но им то есть первым трем кастом только далее веды при посредстве санаки и других посвященных мудрецов он классифицировал мантры вед божественные дакшинамуртии обрадованы их способностью воспитания аскетов с милостью взглядом и улыбкой на лице похвалил их сказав до сих пор вы были известны как муни или аскеты с сего момента милостью моей постигнутся вы веды вы будете известны как риши или провидцы вы станете совершенствоваться в ведических мантрах и жить в безбрачии вы станете поклоняться небесной богине вед завоюете ее благосклонность и приблизившись посредством ягической самадхи к великому богу ишваре удостоверитесь в его уме его и моей милостью вы подниметесь на высочайший уровень и интеллектуального видения и станете знатоками смысла и содержания вед находя подтверждение сказанному собственным опытом и медитативными самонаблюдениями вы опираясь на ведические истины создадите на благо человечества драхмашастри или моральные кодексы пураны и и тахасы а также науку физику и математику что касается небесных путешествий то вы передадите искусство сооружение виман чтобы виманы могли достигать скорости ветра вы на основе кальпа шастр и научных трактатах разработаете методы грутика и падука так что здесь сказано значит пришел какой-то бог и дал людям знания вед это произошло в трета югу потому что в сатья югу знания вед людям как бы были не нужны потому что они и так уже все как бы знали то есть они были не нужны во вторую эпоху люди стали менее развитыми им потребовались духовные кодексы то есть всякие законы религия и науки прочая математика физика им была дана а также было знание дано о сооружениях небесных кораблей виман позднее муни или провидции лелея в своем сердце бога махадеву в облике дакшинамуртии создали в соответствии с ведами драхмашастри или эстетические кодексы эпосы хроники руководства по проведению ритуалов трактаты по искусству и наукам кодексы обрядов и жертвоприношений распространили среди людей и распространили их среди людей говорят что среди этих трудов древних провидцев есть шесть трактатов посвященных сооружению виман в них описаны три класса виман известных как мантрика тантрика и критака способные летать куда угодно хочу отметить что в ведах еще говорится что вот эти четыре эпохи они происходят постоянно одна за другой чередуются и в очередную скажем так сатья югу достигают там огромных скажем так способностей после чего вновь начинается эпоха спада и после очередной эпохи спада после калий юги возникает снова эпоха сатья и так длится множество циклов непонятно сколько было таких циклов и сколько их еще будет вернее можно сказать сколько их еще будет до полного там уничтожения вселенной и снова ее перезагрузки но хочу сказать что это очень 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 большие сроки вимана чандрике сказано я скажу в общих чертах о разновидностях виман в трета-югу когда люди были с ведущими в мантрах и могущественных гимнах виманы создавались посредством мантрического знания в два параюгу когда люди развились себе значительные тантрические знания виманы производились посредством тантрического знания поскольку в калий югу знания мантр и стали недостаточными, то виманы создавались в ту пору известными под названием критака или искусственные. Поэтому древние провидцы, учитывая перемены в Дхарме, наблюдаемые на протяжении юг, рассматривали виманы трех юг как виманы трех типов. Вот вы не представляете, какие огромные знания в одном абзаце здесь сконцентрированы, какое огромное понимание всего этого. То есть человек что говорит о разновидностях трех типов виман? Трета юга, люди были с ведущими в мантрах и гимнах. Мантра это, насколько я знаю, звук. Это звук, это магический какой-то резонанс звука, который создает определенное поле и определенные какие-то с помощью звука возникают эффекты. Вот в чем дело. То есть, ну на самом деле мантра это намного более сложное понятие. И посредством мантрического знания, то есть посредством звуковых каких-то явлений. То есть и виманы этого типа строились в то время. В два пара югу, когда люди развели в себе значительные тантрические знания, виманы производились посредством тантрического знания. Честно говоря, не могу точно сказать, что такое тантра. Но это какие-то более не такие продвинутые технологии или какие-то там аспекты, как мантра, например. То есть на самом деле точно не могу сказать. В два пара югу производились эти виманы тантрического типа. Поскольку в кали-югу знания мантр и тантр стали недостаточными, то виманы создавались в ту известную эпоху под названием критака или искусственные. То есть опять же кали-юга это время, в котором живем мы. Виманы здесь называются искусственные. То есть они полностью состоят из механизмов, потому что виманы более продвинутых типов, вот этих эпох, они состояли там еще из каких-то, можно сказать, магических прибамбасов. Вот так вот можно это все объяснить. В кали-югу знаний там о каких-то высоких там энергиях нет, и поэтому люди делают виманы простых типов. Опять же, что еще объясняется здесь? Делались виманы в кали-югу. А напомню, что у нас кали-юга началась совершенно недавно. А здесь в виманике шастрия объясняется в прошлом, скажем так, времени о том, что делались виманы в кали-югу. То есть это говорит о том, что из прошлых кали-юг делались эти виманы. То есть вот это ведическое знание, как объясняется в самих ведах, это общая такая инструкция, которая присутствует по всей вселенной. В том числе там описаны все эти эпохи. Они идут одна за другой и во всей вселенной знают о механизмах действия этих эпох. Вот в чем дело. То есть мы живем сейчас в кали-югу, у нас, например, есть свои виманы, там, самолеты. Но мы, скажем так, ничего нового не придумали. В ведах это уже описано. То есть аппараты, опирающиеся на воздух или полностью состоящие из искусственных компонентов, так называемых. Критака, они называются, или искусственные виманы, самого простого типа. Вот в чем дело. Дело в том, что это в нашем отделе земли, мы как бы не знаем про это. А как говорится в ведах, в остальных отделах земли, люди, например, даже, может быть, даже проживая в кали-югу, они знают о общем ведическом знании. Нам, я так предполагаю, из всяких вот этих изысканий своих, нам полностью убрали знания вообще ведической цивилизации, для того, чтобы люди меньше знали и лучше спали, скажем так. В Вайомаяне, Тантрия, также говорится, что благодаря действию мантр в Трета-югу, виманы того периода относились к типу мантрика. Вследствие преобладания Тантор в два пара-югу, в то время были виманы типа Тантрика. В кали-югу, вследствие упадка как мантр и Тантор, виманы были искусственными. Так древние провидцы упоминают в шастрах о трех классах виман. То есть виманы относятся к трем типам временных отрезков. В сатья-югу виманы были не нужны, Тантрика, а в Трета-югу мантрика. В кали-югу были искусственные виманы типа Критака. Вот и все. Ян Тракальпа также утверждает, что в соответствии с различиями юг, специалисты подразделяют виманы на три класса. Они определяются как мантрика, тантрика и Критака. То же самое отражено и в Кетаяна Прадипике, а также в других трактатах. Таким образом, согласно шастрам, виманы подразделяются на три класса на основе различий в способе их производства. Среди виман мантрика есть пушпака и другие 25 разновидностей. В предыдущей сутре виманы подразделялись на три типа на основе различий, присущих трем югам. В этой сутре сказано, что вимана мантрика или виман летающих посредством энергии мантр насчитывается 25 видов. Виман мантрика в Тритаюгу было 25, их называли пушпака, аджамукха, йотермукха, кавшика и другие, их 25 штук. Всех я их перечислять не буду. Согласно манипха кадрике, виман типа мантрика, относящихся к Тритаюгу, насчитывалось еще 32. И здесь перечисление их названия. Согласно другим трактатам, были еще 56 разновидностей виман типа Тантрика. В предыдущих сутрах упоминались названия виман. В этой сутре упоминается название виман типа Тантрика. Они относятся к два параюги. В смысле, форме, движения и скорости между виманами мантрика и тантрика различий не было. Однако у виман Тантрика была одна особенность, а именно способ подключения шакти или энергии на стыке неба и земли. Аллала также утверждает, что существует только одно различие между виманами Тантрика и виманами мантрика. Внедрение энергии неба и земли. По форме и разновидности движений они идентичны. Вимана Тантрика насчитывает 56 разновидностей. В Шаунакасутре говорится следующее. В два параюгу насчитывалось 56 виман Тантрика. Вот их названия. Бхурава, Нандака, Ватука, Веручи, Ваунтека, Пхерунда и прочее. 56 штук. Согласно Манипхандрике, в два параюгу утверждается, было 56 виман типа Тантрика. Мудрец Гаутама приводит их названия. В форме и движениях среди виман этих типов нет различий, за исключением вопроса использования мантры Тантрика. Критака или искусственные виманы делятся на 25 разновидностей. То есть, вот в других каких-нибудь отделах Земли, либо еще в начале нашей Кали-юги, до того, как у нас было, скажем так, еще знание ведической цивилизации, возможно, строили виманы 25 типов. До какого-нибудь там обнуления, когда уже наша новая цивилизация началась. Или, например, в других циклах, в другие Кали-юги, которые были и в которые еще будут Кали-юги, там будут строиться виманы 25 типов. Или, возможно, в других отделах Земли, так скажем, за краем Земли, нашим, как говорится, в ведах есть 8 варш еще, то есть, или 8 участков Земли, которые находятся в Пхарата-варше огромной. И там, возможно, строят, там тоже Кали-юга сейчас идет, и там, возможно, строят виманы 25 разновидностей. Приводится название виман 25 типов. В Манипхаде, Карике, сказано, что в Кали-югу, Критака или искусственные виманы было 25 штук. Ниже приводится их название, согласно гаутами. Ну, давайте зачитаем некоторые из них. Шакуна, Сундара, Рукмака, Мандала, Вакратунда, Пхабрака, Ручака, Виджака и другие. Вот, собственно говоря, те НЛО, которые мы сейчас наблюдаем над нашими, скажем так, отделами Земли, возможно, это виманы типа Критака из соседних областей Земли. И, возможно, это виманы других типов, относящиеся к мантрике или тантрике этой. Но на самом деле я точно не могу сказать, и никто не может сказать, какие это виманы. Но у нас по ведической концепции должны были строиться вот такие виманы. Но у нас общество очень сильно деградировало, поэтому нам как бы летательных аппаратов сильно крутых не нужно, потому что тут сейчас начнут еще и воевать между собой, убивать друг друга и прочее. То есть, поэтому нужны более простые аппараты, чтобы люди в силу своей, скажем так, низкой моральной, психологической готовности не поубивали здесь друг друга. Поэтому и технологии должны быть не сильно развитые. С утра 5 Эти 25 типов виман изготавливаются исключительно из металла Раджа-Лоха. В Крия-Саре утверждается, что в производстве искусственных летательных аппаратов лучшими считаются металлы, известные как Оушумапа, или поглощающее тепло, или удерживающее тепло. Из них самым подходящим для шакуна и других виман является металл Раджа-Лоха, или царь металлов. Три вида металлов Сома, Саундала и Мардвика в соотношении 3,8 и 2 с добавлением буры помещаются в тигель, или сосуд для плавки и нагреваются в печи до 272 градусов. Хорошо переплавляются, перемешиваются и в результате получается сплав Раджа-Лоха. Значит, здесь объясняются типы виман. Шакуна вимана состоит из следующих частей. Питха или дно, полая мачта, триколесных вилака с отверстиями, четыре нагревателя, трубы, всасывающие воздух, кожух водяного охлаждения, бак с маслом, нагреватель воздуха и обогреватель. Паровый котел, ведуха янтра или электрический генератор. Пропеллерная янтра, янтра ватапа или труба, всасывающая воздух. Флажок, указывающий направление. Янтра шакуна, два крыла, хвостовая часть, помогающая вимане взлететь. Янтра оумука или двигатель, крешука мани или шар, притягивающий солнечные лучи. Из этих 28 частей состоит шакуна вимана. Кстати говоря, шакуна вимана. Из вот этих частей, которые были перечислены и которые были переведены с санскрита, некоторые были еще на санскрите, можно понять, что это самолет на паровом двигателе, где есть три колеса, паровый двигатель, несколько каких-то янтр простецких. По сравнению с этими янтрами, которые можно было прочитать выше, пропеллер есть, крылья и хвост, и паровый двигатель. То есть самолет на паровом двигателе. Шакуна вимана. Вот в чем дело. И здесь, то есть самолет на паровом двигателе, я думаю, можно сделать даже какой-нибудь более-менее маломальский чувак, сведущийся, сведущий в науках, скажем так. Может изготовить самолет на паровом двигателе. Он сделает мотоциклы всякие в ютубе на паровом двигателе и прочее. Машины на паровом двигателе, я думаю, что и самолет тоже можно сделать. Хотя непонятно, хватит ли мощности парового двигателя, чтобы запустить в воздух самолет, поднять его в воздух. Устройство этой виманы, дно или основание, изготавливается из ровного листа, четырехугольного, кругного или в виде люльки. Вес должен составлять сотую часть от веса всего летательного аппарата, а ее ширина должна составлять половину высоты виманы. В центре при помощи соединительных винтов укрепляется полая мачта. Лала приводит описание этой мачты. В янтра кальпатру шамтабха или мачта должна изготавливаться исключительно из металла шатакасуя. Металл шатакасуя описан в лохантре. И здесь описывается, что нужно для его изготовления. Окись натрия, 16 частей легкого цинка и прочее. То есть и сплав этого металла. Внешний диаметр нижней части этой мачты должен составлять 35 футов. Высота мачты 80 футов. Она изготавливается из раджа лоха. Мачту укрепляют при помощи резьбового соединения. Чтобы регулировать скорость полета, в мачту вставляют 6 колес. То есть самолет с какой-то мачтой еще, я так понимаю. Внутри мачты на высоте 4 фута устанавливаются три колеса, снабженного отверстиями. Верхнее и нижнее колеса закрепляются болтами, но самостоятельно не вращаются. Для вращения среднего колеса снаружи мачты устанавливаются переключатели. При повороте внешнего ключа либо подается поток воздуха, либо перекрывается его подача. Что обеспечивает наличие отверстий в колесах, а также тем, что крайние колеса сами не вращаются. Но вращаются вкупе со средним колесом. На высоте 44 фута над мачтой также устанавливаются три колеса, соответствующие нижним колесам, функционирующие таким же образом. Куполообразное окно снаружи составляет в окружности 15 футов. Внутри его ширина 5 футов и высота 2 фута. Оно располагается на верхушке мачты. То есть какая-то мачта, я так понимаю, возможно это не тип самолета, а тип вертолета. То есть дело в том, что здесь говорится, что здесь паровый двигатель, есть крылья. Но есть и пропеллер, возможно он тянет вверх. Возможно это что-то типа какой-то гибрид между самолетом или вертолетом. Возможно и так. То есть в летательном аппарате очень важна какая-то мачта. То есть я так понимаю это какая-то на ней, я так понимаю пропеллер находится. Солнечный кристалл. Сооружаются три этажа этой палубы 14 футов высотой. Две верхние палубы поддерживаются колоннами, установленными на расстоянии 10 футов и закрепленными винтовыми соединениями и болтами. В четырех углах располагается четыре нагревающих янтры, 10 футов в окружности, 8 футов высотой. На первом ярусе вдоль поддерживающих колонн оборудуются места для пассажиров в виде отдельных кабинок. То есть это вимана довольно большая, я так понимаю. Принцип какого-то пепелаться, я так понимаю, или вертолета. На второй палубе сооружаются отсеки для размещения агноянтр или различных механизмов, обеспечивающих безопасность виманы. Они имеют ширину 60 футов и 14 футов длину. Потолок толщиной 3 дюйма. Третья палуба должна иметь ширину 40 футов, высоту 14. Кабины для пассажиров, также отсеки в различные механизмы должны отделять друг друга перегородками. Под первой палубой оборудуют отделение высотой 7 футов, в нем располагаются несколько необходимых янтр. В центре его опора или полая мачта. В четырех направлениях от нее устанавливаются 4 насоса для воздуха. Для приведения их действия устанавливаются 4 паровых двигателя. Ага, с обоих сторон виманы размещаются два выталкивающих механизма нагреватель воздуха. И два механизма, снабжающих нагреватель воздухом извне. Паровые двигатели нагревают воздух. А также есть насосы для воздуха. Чтобы крылья виманы могли раскрываться и делать взмахи, их снабжают соответствующими шарнирами и ключами, которыми они надежно фиксируются. Ага. Крылья раскладываются и складываются. То есть, эта вимана вообще даже не по типу, как какой-то крылатой виманы. То есть, взмахи крыльями. То есть, я так понимаю, как птица летает. Пропеллер, расположенный на носу виманы, закрепляется на стержне, присоединенном к нагревателю. Этот пропеллер рассеивает ветер впереди и облегчает полет. То есть, здесь есть и крылья, которые делают взмахи. Есть также и пропеллер, расположенный на носу виманы. Интересно. Два крыла, расположенные с обеих сторон, плотно присоединяются к вимане болтами и шарнирами. Крыло крепится в пазах шириной 1,5 фута, заходя в них на длину в 20 футов. В этом месте ширина крыла составляет 10 футов. Общая длина крыла составляет 60 футов. Оно расширяется у внешнего края и достигает 60 футов. Хвост должен иметь длину 20 футов. Воздуходувка и нагреватель. Длина воздуходувки 15 футов, а толщина 3 фута. Кроме того, должны присутствовать необходимые стержни, шарниры и другой крепеж. Янтра, ватапа или вентиляторный механизм должен иметь длину 12 футов. Внутренняя часть его обматывается проволокой. Внутрь него вставляется труба для прохождения воздуха за счет горячего маслянистого дыма, выходящего из нагретого бака. Воздух нагревается и подается в янтру. В то же самое время снаружи впускается холодный воздух. Эта янтра снабжена трубами или другими аксессуарами, чтобы выпускать наружу дым, образующийся в результате горения масла. От этой янтра к основанию мачты должны идти 6-дюймовые трубы, чтобы засасывать снаружи холодный свежий воздух. Устанавливаются воздуходувки. С восточной стороны от вентиляционного механизма расположен фитиль, обеспечивающий горение масла. Этот фитиль зажигается от электрического генератора, снабженного переключателями. Когда фитиль тушат, масло плотно закрывают, чтобы пилот мог манипулировать взмахами хвоста. Когда вимана набирает высоту или идет на снижение, к основанию хвоста привязывается канат. Ага, ну, дело в том, что это механизм закрылков, как на современных самолетах. Канат привязывается. Ну, понятно, то есть, это передача такая идет от каких-нибудь приспособлений управления, то есть, рычагов каких-нибудь. Идет канат к хвостовой части. Манипулировать взмахами хвоста. То есть, принцип самолета современного. Но здесь еще есть пропеллер, крылья двигаются. Значит, паровые двигатели стоят, плюс какое-то масло еще горит. Плюс выталкивается горячий воздух, возможно, какая-нибудь еще реактивная тяга есть. Короче, здесь все, что только возможно в этой вимане навороченное. Такие же канаты привязываются и к шарнирам двух крыльев и даются пилоту в руки, как вожжи, чтобы он мог управлять раскрытием и складыванием крыльев. Ну, понятно. Причем, описание такое дается пилоту, как вожжи. То есть, я так понимаю, люди, возможно, сами не до конца понимали механизм работы этого аппарата, но только описывали его. В 10 футах ниже пассажирской палубы виманы оборудуется отдельная типа трюма, высота которого составляет 2 фута одна виманы. В центре дна виманы прочно привинчивается мачта. В этом трюме размещаются два бака с маслом 15 на 9 футов, снабженные кожухами водяного охлаждения. Интересно. Четыре мембараны размером 15 на 21 и на 6 футов обеспечивают накопление воздуха, затягиваемое воздуходувками, при необходимости выпускания его наружу. Снизу виманы со всех четырех сторон закрепляются колеса с окружностью 7 футов, обеспечивающие передвижение виманы по земле. Эта вимана называется шакуна вимана. В общем, на этом я хочу закончить эту часть видео. Есть еще остальные типы виман, которые я опишу в следующей части. С вами был Белогор. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Если вам нравятся мои видео, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках.